До выборов депутаты Госдумы России и Госсовета Чуваши остается чуть больше двух месяцев. Сегодня в Центре избиркома Республики состоялась первая пресс-конференция после начала избирательной кампании. Председатель ЦИКа Александр Цветков рассказал о подготовке к единому дню голосования, а также насколько спокойно проходит регистрация кандидатов. Выборы в российские и республиканские парламенты в этом году будут проходить как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. То есть избиратели в Чуваши 18 сентября получат на участках четыре бюллетеня. Накануне Центр избирком России завершил прием документов от партий, которые выдвинули своих кандидатов на выборы в Госдуму седьмого созыва. Одномандатных округов в республике два – Канажский и Чебоксарский. По словам Александра Цветкова, пока подавших документы на регистрацию немного – всего девять. Семь из них – это самого движенца и два кандидата от ЛДПР. Причем двое из них по 37 округу, два Аксаковых – Аксаков Александр Иванович и Аксаков Анатолий Арсентьевич – уже покинули предвыборную гонку избирательную дистанцию. Первый по собственному желанию написал заявление об отказе участвовать в выборах, Аксаков Александр Иванович, Аксаков Анатолий Арсентьевич, ему было отказано в регистрации единогласным решением комиссии на том простом основании, что у него на сегодняшний день нет пассивного избирательного права. То есть он по закону не может участвовать в выборах, вообще ни в каких выборах, до 2019 года. Он был осужден за совершение тяжкого преступления. А вот на участие в выборах в Госсовет республики уже выдвинулись 40 человек. Кроме того, ЦИК Чуваш официально заверил списки регионального отделения партии «Пенсионеры за справедливость» и «Патриотов России». Подала документы и КПРФ. Остальные партии пока не торопятся. Жалоб в Центр избирком поступило немного, меньше 10. По словам Александра Цветкова, они были связаны с размещением баннеров и распространением незаконных агитационных материалов. По этим фактам проводятся проверки. ЦИК тесно сотрудничает с правоохранительными органами. По имеющейся информации, прокуратура создает оперативный штаб по реагированию на нарушения избирательного законодательства. МВД по Чувашской республике тоже создает рабочую группу по оперативному реагированию на все случаи правонарушений. Мы работаем в тесном взаимодействии со всеми правоохранительными органами. На предстоящих 18 сентября выборах ни на одном избирательном участке в Чувашии не будет организовано видеонаблюдение, хотя в ряде регионов следить за ходом голосования можно будет через интернет. Средства на установку камер и онлайн-трансляцию, а речь идет о более чем 20 миллионах рублей, в республиканском бюджете не предусмотрены. Всего же, по словам Александра Цветкова, на проведение выборов в Чувашии выделено 42 миллиона рублей. Председатель Центра избиркома в очередной раз призвал политические партии к честной борьбе, а также пообещал регулярно проводить подобные пресс-конференции и информировать о ходе избирательной кампании.